Всем привет! В эфире новости Байкальского университета в студии Карина Факирова. И сегодня я расскажу вам о самых интересных событиях нашего вуза на этой неделе. Поехали! 8 февраля – День российской науки. Как отметили этот день студенты в нашем университете? Каждый хотел бы поговорить с собой в будущем. Что придумали в БГУ, чтобы исполнить это желание? В здоровом теле – здоровый дух. Как развивают этот слоган в нашем университете? Наука – одна из самых важных составляющих любого высшего учебного заведения. Для нее в нашем вузе всегда выделяется время. О том, как прошел День науки, расскажет Давид Нагорный. В переходе третьего корпуса – столы и специализированные стенды. На одних размещены интересные фотографии, на других разложены смешные иллюстрации. Их нужно соотнести с предложенной жизненной ситуацией. Вы можете дать определение научным понятиям и получить небольшой календарь с символикой Дня российской науки. Что здесь происходит? Отзадачно спросите вы. Сегодня день рождения научного общества БГУ. Столы символизируют определенные станции, на которых мы проводим опрос студентов, привлекаем их к разным активностям. Например, это дерево ассоциации, оно помогает узнать студентов, с чем у них ассоциируется наука. Наибольшее внимание студентов привлекает стенд с мемами. Научное общество БГУ подготовило конкурс на лучшую забавную картинку с подписью. Больше всего голосов набрал американский рэпер и дизайнер Канни Уэст с его дипломом доктора искусств. Праздник проходит во время большой перемены. Играет музыка и ведущий событий расспрашивает студентов, занимаются ли они научной деятельностью. Кто-то проявлял к ней интерес со школьных лет, кто-то поступив на первый курс вуза. Де-факто я занимаюсь наукой всю жизнь. Это все началось с детства, когда было интересно, какой на вкус песок и так далее. А до юры, когда уже во взрослую жизнь вступил, уже вот с того самого момента, с первого курса примерно, пишу разные статьи, публикуюсь, стараюсь побольше времени этому уделять. Будущее светило науки изучает уголовное и гражданское право, историю и маркетинг. Сегодняшний праздник не единственный повод для хорошего настроения. Научное общество студентов БГУ планирует провести интересные мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 марта. А какими они будут с научной точки зрения, это пока секрет. День рождения бывает разным. У людей, у государств. А сегодня день рождения у нашего научного общества. Этот стенд показывает, что науке можно относиться несерьезно. Нашим будущим ученым это не помешает. Давид Нагорный, Игорь Тетенко, Байкал Универ ТВ. Каждый человек обладает уникальными характеристиками, талантом. Кто-то хорош в пении, кто-то в спорте, а кто-то использует свой интеллект по самому прямому назначению, развивается в научной сфере. О том, насколько разные наши студенты, расскажет Данил Бутин. Сегодня в университете празднуется День российской науки. Узнаем у наших студентов, какой наукой они занимаются. Здравствуйте, какой наукой вы занимаетесь? Здравствуйте, я занимаюсь изучением системы маркетинга и маркетинговых технологий. Я пишу статьи по уголовной и гражданской направленности. Прежде всего, я занимаюсь наукой журналистика, а также у меня есть небольшой один научный труд по истории. Я не занимаюсь наукой, я занимаюсь творчеством. Историей увлекаюсь. Как таковой науки, которой увлекаюсь, нет, но история самая близкая для меня. Я занимаюсь научной деятельностью, связанной с разработкой разнообразных учебных программ. Я занимаюсь спортом, отжиманием, подтягиванием и так далее. Я не научный человек. Я не занимаюсь наукой, в основном я занимаюсь журналистикой. Это все-таки не наука, а вид деятельности. Но еще мне очень близко литературоведение, поэтому хотелось бы отчасти заниматься филологией и вот как раз таки литературой. Я занимаюсь мировой историей, вот этой наукой, с профессором Юрием Васильевичем Кузьминым. Вот сейчас пишем статью. Наукой пока что не занимаюсь, я еще первый курс, но все впереди. Госуправление. Готовлюсь уже к диплому. Ну, написанием текстов, также изучаю сведения. Ну, в общем, музыкой занимаюсь, придумываю рэп. Я изучаю прикладное лежебокерство и ничего не делание на парах, а также выкручивание из трудных жизненных ситуаций, когда преподаватель задает вопрос, на который я не знаю ответа. Данил Бутин, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. Кто он? Самый умный. Этим вопросом задался студенческий совет Института управления и финансов и решил выяснить это с помощью интеллектуальной игры. Участники конкурса продемонстрировали не только пытливый ум, но и творческую составляющую. Подробности узнаете далее в сюжете. В субботу студенты БГУ собрались на интеллектуальной игре «Самые умные». Организаторы мероприятия – активисты студенческого совета Института управления и финансов. Событие прошло по всем канонам подобного жанра. Двое ведущих, двое судей, ласточки, которые собирали ответы участников и те, кто отвечал за техническое оснащение. Участники были все из Института управления и финансов. Участников примерно было 30-35. Но в дальнейшем мы планируем более масштабные мероприятия, где будут участники из всего ОБГУ. Участникам предстояло ответить на 5 категорий вопросов. Фильмы, литература, история, рубрика, где логика, пословицы и поговорки. Например, одна из пословиц была зашифрована в виде биологического описания животного. Также нужно ориентироваться в современном кинематографе и неплохо разбираться в отечественной классической литературе. Максимальное количество набираемых баллов 25, по 5 за каждый раздел. Время вышло, дают и стоочки. Победители состязания играют в интеллектуальные игры 2-3 года. Трудности у них возникли только на вопросе про русскую пословицу и девичью фамилию Анны Каренины. Стать первыми участникам помог не только их потлевую ум и блестящая эрудиция, но и творческий подход, который виден в названии команды. Наша команда называется «Жалко водохлёбуса». В ней находятся две мои подружки и я. Она называется так, потому что мы вместе играем в интеллектуальные игры, но в разных командах. Одна команда называется «Жалко жаргала», другая называется «Благодаря организации водохлёбус». В качестве наград победители получили подарочные сертификаты от спонсоров и сладкие призы, которые они тут же попробовали в обеденном зале столовой БГУ. Организаторы интеллектуальной игры «Самы умные» в дальнейшем планируют провести поединки с участием студентов других институтов нашего вуза. Давид Нагорный, Игорь Титенко, Байкал-Универтв. Перенестись в будущее можно не только в фильме. Сотрудники и студенты БГУ отправились на целых 10 лет вперёд. Как, зачем и почему – на все эти вопросы ответит Дарья Воронина в своём сюжете. Подготовить к съёмке переносной телевизионный микрофон, войти в настоящий павильон с камерами и прожекторами, встать перед телесуфлёром и перенестись на целых 10 лет вперёд. Новый проект, имеющий прямое отношение к университетской науке, запустили в Байкальском университете. Проект «Капсула времени» был создан и придуман по инициативе студенческого научного общества. Ребята захотели передать привет в будущее и проследить некую связь поколений наших студентов 23-го года и 33-го года. Более 50 желающих передать слова пожелания поколению 30-х годов выстроились в небольшую очередь в монтажном комплексе медиа-центра БГУ. Для важной записи пришло руководство институтов, молодые учёные и, конечно, студенты. Каждый приготовил собственные слова пожелания. Всего 5 минут перед объективом и можно возвращаться к учёбе или работе. Нет, мы никогда не отдыхаем. Уже, опять же, в феврале, я думаю, мы успеем всё подготовить, состоится Brain Ring Snow Fight. Такое интересное название. Наверное, мы расскажем историю создания попозже. Это своеобразное состязание между командами, скорее всего, и будет две, на научную тематику. Записанные и оцифрованные пожелания, советы и напутствие для будущего поколения студентов БГУ в электронном виде переносятся на жёсткий диск с сервера медиа-центра. Авторы проекта ещё решают, оставить ли их в облачном хранилище или записать на флеш-карту, чтобы сохранить голоса и изображения в специально выбранном месте в одной из локаций нашего вуза. Дарья Воронина, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. Серию новых книжных выставок подготовили сотрудники научной библиотеки БГУ «Ко дню российской науки». На абонементе учебной литературы представлена большая выставка «Российская наука в лицах». Здесь можно найти литературу об истории российской науки, её современном состоянии и основных направлениях развития. Представлены также биографии знаменитых отечественных учёных, внёсших вклад в Мировой фонд. Здесь же представлена книжная выставка научных трудов преподавателей Байкальского государственного университета. Читальный зал научной литературы организовал выставку «Сибирский дух просвещения», которая рассказывает о вузах Сибири. На выставке в читальном зале «Центральный» можно узнать об истории научного журнала «Историко-экономические исследования», который выпускается Байкальским государственным университетом на протяжении 25 лет. Уже не о науке, а о любви рассказывает небольшая экспозиция, подготовленная ко дню всех влюблённых. На ней можно познакомиться с мировыми бестселлерами и кинохитами. Уже не о науке, а о любви рассказывает небольшая экспозиция, подготовленная ко дню всех влюблённых. На ней можно познакомиться с мировыми бестселлерами и кинохитами. На этом стенде представлены книги любовные и экранизации. То есть человек может выбрать, прочитать ему какую-то книгу или посмотреть экранизацию этой книги. Книги, которые есть у нас в библиотеке, они отмечены специальным знаком. То есть каждый может выбрать для себя удобную формулу. Поставленный удар, массивные перчатки, тренировка выносливости – всё это связано с боксом. Секцию этого вида спорта совсем недавно открыли в стенах нашего родного вуза. О том, как проходят тренировки, почему так важно развиваться не только духовно, но и физически, об этом последний репортаж нашего выпуска. В втором корпусе БГУ открылась секция бокса. Все желающие могут прийти на тренировку и попробовать себя в этом зрелищном боевом искусстве. Студенты разбиваются на два ряда, бегают по залу, играют в пятнашки. Их цель – наносить удары ладонью по незащищённым точкам соперника. Также ребята качают пресс, отжимаются на павоках, ладонях, ставят технику удара. Начали! Раз, два, назад, назад! Есть ребята, которые бьют послабее, есть посильнее. Занятия представляют собой непрофессиональный и даже нелюбительский бокс. В первую очередь акцент идёт на развитии культуры собственного тела. С новичками, конечно, мы сейчас проводим больше упражнений ОФП, упражнений на координацию движения, соответственно. Но ребята после тренировок уже чувствуют себя гораздо выше, чем они пришли и до своих занятий. Посещают секцию также опытные студенты, занимавшиеся боксом ранее. Сейчас они выступают в сборную БГУ. Есть студенты первого разряда, кандидаты, мастера спорта. На тренировках присутствуют от 15 до 25 человек. Спортсменам предоставляются перчатки. С собой нужно принести боксерские бинты, скакалку и капу. Почему они выбрали этот спорт? Для того, чтобы воспитать силу воли, силу характера и попробовать себя в чём-то новом. Тренировки проходят вечером, с 5 до 7, по понедельникам и пятницам. Если хотите уметь постоять за себя, вам точно в секцию бокса. Даже я, понаблюдав за первой тренировкой, научился некоторым ударам, которые пригодятся мне в моей журналистской жизни. Вот один из них. Давид Нагорный, Игорь Титенко, Байкал Универ ТВ. Это были новости этой недели. Этот и другие выпуски вы можете посмотреть на bgu.tv.ru. Всем удачной учёбы на следующей неделе. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!